здравствуйте мои дорогие друзья такой чудесный солнечный денечек такая красота в саду а я на грани депрессии потому что сегодня была очень холодная ночь и объем работы которые мне предстоит сделать для того чтобы спасти свои комнатные он просто никак не укладывается в 15 минут а я напоминаю себе поросенка из сказки три поросенка только не умного наф-нафа а глупого вот этого ниф-нифа нофа который до последнего дня грелся в теплой луже пока хвостик не примерз мне совершенно не хочется комнатные таскать в дом потому что их нужно отмывать их нужно ставить в поддоны которые я очень неправильно на улице разместила теперь и поддоны нужно отмывать мне хочется бродить по саду любоваться вот этой прекрасной многолетней красотой которая растет себе не нужно ее никуда заносить никуда выносить подумаешь немножко медленно растет вот это вот гибискус так он плохо у меня вырос в этом году но он же вырос по надеюсь что и в следующем году будет расти вот чудесные острочки казалось бы сейчас живи себе ничего делать нет нет надо было вытащить все комнатные на улицу вот масштаб бедствия смотрите сколько их тут он тут он тут он тут он тут он тут он тревожная музыка так я не знаю а им так понравилось на улице комнатным что теперь конечно же я как джин раб лампы раб вот этих растений я все время буду вытаскивать но нужно продумать процесс как же его упростить как его сделать не таким трудоемким потому что но это же ужас это же ужас как это все таскать его нужно еще как-то проанализировать как-то но сегодняшняя ночь слава богу не морозная и она в общем то самая холодная из тех которые намечались в ближайшие недели но прям наверное было градусов 6 сегодня ну холод ужасный был правда это холодина нравится только вновь посаженным розочкам смотрите она была такая завершая а сейчас немножко прям приободрилась еще полно малинки которую мы конечно же поели красоты здесь нет никакой тут джунгли так джунгли я вообще представляла что это будет как-то симпатичная но поскольку здесь много вкуснятина пусть себе растет знаете все мои вот эти видео посвящаются таким же но не очень трудолюбый трудолюбивым людям которые вот так же как я вот не любят ничего делать кроме как ходить и бродить по саду потому что для любого трудолюбивого человека это вообще не количество работы это просто мелочи ну вот что тут делать просто взять поддоны просто взять все эти растения одни за другим составить их вместе и спокойно отнести в дом нет насколько же все таки многолетники проще чем комнатные вот один раз посадил удачно и вот смотрите он лапочка растет ну полил из шланга но может быть не так хорошо растет но есть надежда что хотя бы в следующем году это будет абсолютно самостоятельное и независимо от меня растения а вот этот кошмар не только в дом занести а еще и выкопать надо еще и посадить по горшкам и вот этот кошмар нужно выкопать и посадить по горшкам и вот этот кошмар нужно высадить посадить по горшкам и каллы я буду ставить в подвал и хотя бы раз в месяц поливать иначе они засохнут холодильнике они у меня не выжили а еще куча орхидей и они мне поверили вон по выпускали цветоносики и вот смотрите какие хорошенькие хризантемки они так тяжело приживались ну вот одна уже распустилась полностью она прижилась она хорошенькая и вот эти тоже такие чудесные это вообще чудо какое-то ой я надеюсь они не будут мне морочить голову а вот какая фантастическая красота ой гуляй себе и жизни радуйся ну что некуда деваться мы в ответе за тех кого приручили буду заниматься комнатными хотя многолетники такие красивые такие беспроблемные бесхлопотные вот эти астрочки никогда им ничего не нужно ни полива не нужно ни подкормки и каждую осень вот такие фантастические картины так сколько не причитай комнатные сами в дом не убегут поэтому я желаю всем здоровья удачи и буду заниматься комнатными